Отказались нажимать на кнопку. В неисполнении своих обязанностей сегодня обвинили некоторых городских депутатов. На сессии Горсовета народные избранники повздорили из-за вопроса о молодежной палате. Пять депутатов посчитали, что пользы от ее работы нет. Если против, голосуйте горы. Что ты не машешь? Я пришлю сюда работать. В неисполнении своих обязанностей обвинили пятерых депутатов. На вопрос об утверждении нового состава молодежной палаты они отказались голосовать вообще. Следовательно, засчитывать вопрос отказалась и техника. Пришлось принимать решение путем открытого голосования. В итоге в молодежную палату вошли 15 человек. Они будут знакомиться с работой депутатов, вносить предложения по решению городских проблем. Насколько будет живым этот орган, зависит от нового состава. Из 20 человек предыдущего состава двое попало в нынешний созыв депутатский. Это хороший результат. Непонятна позиция ряда депутатов, которые просто отказались голосовать. То ли это попытка заботирования была, утверждение списка, то ли отсутствие мнения своего какого-то. Совсем ясно, но я думаю, что это все останется на их совести. На окраине города в районе Нового озера появится около 11 таунхаусов. Малоэтажное строительство. Изменения в правила землепользования и застройки депутаты сегодня приняли. Желание застроить неосвоенные территории выразил северодвинец. Данная территория, на которой он хотел бы организовать это строительство, оно не подпадало под градостроительную зону. Над данным решением, которое принимал сегодня совет депутатов северодвинецкого, он разрешил в данной градостроительной зоне застройку малоэтажных домов. Кроме того, сегодня принято решение продать с аукциона акции ОАО «Художественный салон Ална». Пока собственником точки по продаже сувениров и изделий народного творчества является муниципалитет. За 9 месяцев 2014 года предприятие принесло убыток более полумиллиона рублей. В связи с тем, что в доход бюджета средств практически не поступает или незначительные средства поступают, принято решение готовить документы для продажи акций этого предприятия. Почти 300 тысяч рублей депутаты направили на ремонт соляного амбара в селе Ненокса. Из наиболее существенных – перенаправление более 16 миллионов рублей на приобретение у застройщика жилья для завершения первого этапа программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. Владимир Богомолов, Анна Бибикова, Вестник Северодвинска.